Здравствуйте! Вы на канале «Страна для жизни» и это наша постоянная рубрика «Что происходит?». Сегодня поговорим о том, что происходит в Европарламенте. А там прошли дебаты о Беларуси. Полтора часа евродепутаты спорили, что делать со страной, где массово нарушаются права человека, и со страной, которая устроила миграционный кризис на границах с Евросоюзом. Ряд европейских депутатов предложили вынести преступление Лукашенко на рассмотрение Международного уголовного суда на основании нескольких конвенций, в том числе конвенции ООН против пыток и Чикагской конвенции международной гражданской авиации. Жаркие споры вызвала тема беженцев, однако некоторые депутаты обвинили не Беларусь, а Польшу, Латвию и Литву в нарушении международного права. Да-да, бывает и такое. И не факт, что депутаты те были подкуплены или они про Лукашенковские или про Путинские. Это издержки демократии и ее принципиальные всеобъемлющие действия на всех, кто пересекает границу, где она процветает. Но оставим это для Евросоюза и цивилизации, за границами которых, увы, находится Беларусь ввиду неадекватности тех, кто ее захватил. Вернемся к вчерашнему заседанию в Страцбурге, где евродепутаты посвятили почти полтора часа дебатам о ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильного подавления. Так звучала тема. Вот несколько цитат с этих дебатов. Один из выводов дебатов. Главным оружием диктаторов является не слезоточивый газ или автоматы их силовиков, а забвение. Цитата, такие люди, как Лукашенко, хотят, чтобы мы утратили интерес, они хотят, чтобы мы по прошествии месяцев забыли, отвернулись и больше не смотрели на то, что происходит в Беларуси, заявил немецкий депутат от партии Зеленых. Мы все знаем, какие преступления против народа Беларуси совершает Лукашенко, за какие международные преступления он ответственен. Нужно немедленно вынести преступление Лукашенко на рассмотрение международного уголовного суда. Это была еще одна цитата. И вот следующее. Мы должны инициировать судебный процесс лично против Лукашенко и предъявить ему обвинения в пытках его же граждан. Доказательства для этого имеются. Ох, как хочется верить, что это скоро случится. Лукашенко полностью перешел границы человечности, используя людей как оружие. Ой, конечно, жаль, что люди сами готовы быть оружием. Повестка дня идет вперед, но, к сожалению, для политических заключенных в Беларуси ужас остается реальным. Мы не можем отвернуться от этого и, правильно, не надо отворачиваться. Вот что говорят европейские политики. Остается надеяться, что кроме разговоров будут еще и действия, чуть более решительные, чем те, которые уже предприняты. Но главное, что стоит помнить, нам никто не поможет, кроме нас самих. И самое простое, что мы можем сделать, это писать письма политзаключенным. Надежды на то, что мы все вдруг пойдем и освободим их, увы, пока нет. Так давайте писать хотя бы. Каждый, кто выходит после сроков, говорит одно и то же. Если бы не письма, можно было бы совсем сойти с ума или даже умереть. Пишите письма. До встречи.